МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Ясная безветренная погода не помешала рухнуть дереву. На Жигура под кронами оказались погребены несколько машин. ДТП на Баляева, 48, завершилось поисками владельцев обоих автомобилей и выяснением, кто же был за рулем виновной в аварии машины. Женщина-таксист торопилась на работу и вновь попала в сводки автопатруля. Перевертыш на Василковой. Медицинский партнер программы «Фальк». Современная медицина во Владивостоке. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для Вашего здоровья. Ясная безветренная погода не помешала рухнуть дереву. На Жигура под кронами оказались погребены несколько машин. Улица Жигура, 34, стоит солнечная безветренная погода. Неожиданно растущие рядом с дорогой дерево с треском рушатся настоящие автомобили. Причиной падения, по всей видимости, стал преклонный возраст растения. Под грудой веток и листвы погребены две машины. Toyota RAV4 и SunYang Action Sports. Владельцам повезло. В это время они не находились в машинах и никто не пострадал. Ну, просто сигнализация сработала. Живем в этом доме. Давно здесь ставите машину? Да нет, вот второй раз поставила, потому что во дворе как бы все занято. По словам жителей вблизи стоящих домов, проблема престарелых деревьев у них существует уже не первый год. На придомовой территории отживающих свой век деревьев, с которых постоянно падают ветки, немало. Но на все просьбы жителей принять меры управляющая компания Первореченского района реагирует только отписками. Мы ведем переписку с управляющей компанией. Каждый раз нам обещают какие-то действия произвести. Каждый раз приезжают и отзваниваются какие-то люди из администрации города. Потом приезжают зеленые, фиолетовые, синие. Говорят, что дерево живое. Но вы можете подойти, так же посмотреть, оно сгнило уже, абсолютно сгнило. Но оно в четыре раза больше, чем это. Если оно упадет, то здесь постоянно куча детей, куча автомобилей. То есть, как бы, ну, понимаете, да, о чем я? То есть, результат может быть абсолютно плачевный. Владельцы пострадавших автомобилей ждут сотрудников полиции и аварийной службы, чтобы оформить происшествие и освободить свои машины. Ущерб, по всей видимости, они будут взыскивать с виновников случившегося, то есть с управляющей компанией Первореченского района. ДТП на Боляева, 48, завершилось поисками владельцев обоих автомобилей и выяснением, кто же был за рулем виновной в аварии машины. Со двора дома номер 48 по улице Боляева выезжает автомобиль из Судзу Вехи Кросс и сворачивает в направлении улицы Стрелочной. То ли скорость у машины была чересчур большая, то ли водитель замешкался, но через мгновение авто врезается в правый бок стоящего у обочины с левой стороны дороги Ниссан Вингроуд. В данной ситуации все вроде бы понятно, но произошедшее неожиданно осложняется тем, что разнятся показания очевидцев. Никто точно не знает, кто же был за рулем автомобиля из Судзу Вехи Кросс. Вышел он, сел в машину, и тут стук, и все. Кто вышел? Кто сел в машину? В какую? Сережа вышел с дома, сел в машину, не в свою машину, вот в эту машину. Но я ее первый раз вижу с ним. Поехал, но видать его завернуло так, что он бабах, стук, все. Другие очевидцы утверждают, что за рулем автомобиля, врезавшегося в Вингроуд, находилась хозяйка из Судзу Вехи Кросс. Но когда приехала съемочная группа, она отказалась давать какие-либо комментарии. В этой ситуации с уверенностью можно говорить только о том, чей автомобиль виновен в ДТП. Обе машины сильно пострадали в аварии, но больше всего досталась Ниссан Вингроуд. Судя по характеру повреждения автомобиля, он восстановлению не подлежит. Разобраться во всех нюансах произошедшего предстоит сотрудникам полиции. Телефон автопатруля 20-16-00 Ночная поездка по объездной дороге закончилась аварией. Пострадали два автомобиля. Объездная автодорога Патроколседанка, развязка в районе дома номер 4 по улице Басаргина. Автомобиль Subaru Forester движется по Борисенко со стороны Сахалинской. Фонари дорожного освещения поздней ночи здесь отключают, поэтому ехать в темное время суток по этому участку дороги очень сложно. На развязке водитель решает свернуть налево. Он притормаживает и начинает поворот, когда сзади Subaru настигает автомобиль Toyota Vista. Водитель которой попросту не успевает среагировать на маневр и торможение Forester. Удар настолько сильный, что задняя часть Subaru попросту вмята внутрь салона. Разбиты окна автомобиля. У Vista повреждений не меньше. Но с автомобиля смят в гармошку. Водитель Vista не в состоянии объяснить, как он умудрился угодить в такое ДТП. В аварии никто не пострадал. Оба водителя отказываются комментировать произошедшее. Хозяин Forester в шоке. Ему, по всей видимости, придется подыскивать себе новый автомобиль. На кольце инструментального завода столкнулись два автомобиля. Оба владельца уверены в своей невиновности. Кольцо инструментального завода автомобиль Toyota Porte не спеша движется в сторону медицинского института. За рулем девушка со стажем вождения менее двух лет. При выезде на кольцо в левый бок автомобиля неожиданно врезается другой участник дорожного движения на Subaru Forester. Владелица Toyota Porte в шоке от произошедшего. Для нее это первая авария. Утверждает, что всегда старается ездить осторожно с соблюдением всех правил. В том, что в ДТП она является пострадавшей стороной, уверена полностью. Ехала с тополиной аллеи по правой полосе по кольцу в сторону медицинского института. Планировала поворачивать. Слева девушка поворачивала с тополиной аллеи в сторону Боголя. Ну вот удар в левую половину, в левый бок. Снесли бампер. Будем ждать ГАИ, разбираться. За рулем Subaru Forester также девушка. Она абсолютно уверена в своей правоте. Мол, ехала по кольцу, когда ее фактически подрезал водитель автомобиля Toyota Porte. От каких-либо комментариев произошедшего она отказалась. А кто прав, кто виноват в данной ситуации, предстоит решать сотрудникам дорожной полиции. Хотел отомстить? Придется отработать. Жителю Приморья вынесли обвинительный приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Суд выносит обвинительный приговор жителю города Уссурийска. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Установлено в июне текущего года в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссуриск поступило сообщение местного жителя. По телефону мужчина рассказал, что на территории воинской части заложено 4 килограмма тротила. Заявитель рассказал также, что взрыв произойдет через несколько часов. На место происшествия прибывает следственно-оперативная группа отдела полиции, кинолог со служебной собакой, сотрудники ФСБ, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. В результате осмотра территории взрывного устройства не обнаружили. Полицейские и сотрудники ФСБ тут же задержали 35-летнего жителя города Уссуриск, который и сообщил о оминировании. Мужчина во всем признался и рассказал, что сообщил о заложенном взрывном устройстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следствия выяснилось, что в этот день обвиняемый попытался пройти на территорию воинской части, чтобы трудоустроиться. Однако военнослужащие не пропустили его из-за того, что соискатель был пьян. Ранее обвиняемый состоял на учете в наркологическом диспансере с диагнозом «синдром зависимости вследствие употребления алкоголя». Дознавателями отдела полиции проведен комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Допросы участников судопроизводства, осмотр места происшествия, изъятая видеозапись камер наружного наблюдения. Доказана причастность обвиняемого к совершению правонарушения. В судебном заседании Приморец согласился с предъявленными обвинениями, свою вину признал полностью. Суд приговорил признать Бочкова Александра Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 1 ст. 207 ГК РФ и назначить ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Кроме того, виновному придется возместить убытки, причиненные за выезд оперативных служб на ложное происшествие. Далее в программе. Женщина-таксист торопилась на работу и вновь попала в сводки автопатруля. Перевертыш на Василковой. Торопился домой с продуктами, оказался под колесами автомобиля. Наезд на пешехода на Ладыгина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Плохо закрываются окна? Городская служба ремонта. Мы делаем ремонт окон, а также бесплатную диагностику и профилактику. Ставим москитную сетку «Антикошка». Мы окна не монтируем, мы окна ремонтируем. Городская служба ремонта. Звоните 200-0200. Хотите увеличить площадь своей квартиры? Увеличим и утеплим ваш балкон. Установим тёплый пол и жалюзи. И всё это с рассрочкой до 12 месяцев. Вот с этого и надо было начинать. Хороший балкон с 50-процентной скидкой от компании «Хорошие окна». Курганские прицепы. Движение вперёд! Уникальная грузоподъёмность, усиленная подвеска, увеличенный кузов. Проверено дорогой. Автомобильные коврики «Кунка». Разработанные для каждой модели индивидуально. Закрывают 95% поверхности ворса. Увеличивают звукоизоляцию салона. Легко моются. И надёжно защищают ворс от пыли и грязи. «Кунка». Лучшее у ваших ног. Мы всегда рядом с вами. Скорая помощь. Сопровождение ДТП и массовых мероприятий. Любая экстренная травматологическая помощь. Современная медицина доступна. Фальк. Телефон 2-790-790. Женщина-таксист торопилась на работу и вновь попала в сводки автопатруля. Перевёртыш на Василковой. Улица Василковая. В автомобильном потоке движется автомобиль такси «Тойоты Плац». За рулём авто – леди, которая торопится на заявку. Дальнейшее можно восстановить только по рассказам водителя, которая не сильно стремится идти на контакт с журналистами. Передние колёса автомобиля клинит. Водитель не справляется с управлением. Автомобиль заносит и переворачивает. Пассажиров в машине не было. Сама автоледи получает в аварии незначительные травмы. Первую помощь ей оказали подоспевшие на место происшествия врачи скорой помощи. От поездки в больницу женщина отказывается. Надо отметить, что водитель автомобиля такси «Тойоты Плац» уже не первый раз становится героиней наших репортажей. Недалее как в минувшую субботу женщина подрезала другого автовладельца на авангарде. Правда, в тот раз такси обошлось меньшими повреждениями. На этот раз машину придётся увозить с ДТП на эвакуаторе. Торопился домой с продуктами, оказался под колёсами автомобиля. Наезд на пешехода на Ладыгина. Автомобиль «Тойота Корона» мчится по улице Ладыгина со стороны Нейбута в направлении Адмирала Кузнецова. В районе 15-го дома, как раз напротив супермаркета, водитель наезжает на человека. Судя по всему, зацепил не слабо. Пострадавшего увезла в больницу, приехавшая на место происшествия скорая помощь. Столкновение произошло в зоне знака «Пешеходный переход». По всей видимости, пострадавший переходил дорогу, возвращаясь к своему автомобилю «Сузуки СКУ», стоящему напротив магазина. Удар автомобиля «Тойота Корона» приходится не только по пешеходу, но и по самому «Скудику», о чём свидетельствуют валяющиеся на дороге детали обеих машин. Разбираться во всех деталях произошедшего, а главное выяснить, был ли водитель «Тойоты Короны» в состоянии алкогольного опьянения, предстоит сотрудникам полиции. Непонятная авария на фуникулёре. Пока двое выясняют, кто же виноват, другие стоят в пробке. Час пик автодорога от кольца фуникулёра в направлении Некрасовской. Автомобильный поток стоит в пробке. Причиной стала небольшая авария, разобраться в которой можно было бы с помощью Европротокола. Вот только оба участника аварии своей вины не признают. На данном участке автодороги притёрлись друг к другу автомобиль «Лексус» и «Тойота Приус». Причём, судя по всему, нагнал «Лексуса» именно «Приус», за рулем которого представительница прекрасного пола. Это её не первая авария. Оба водителя напрочь отказываются от комментариев. Другие же автолюбители вынуждены стоять в пробке и объезжать по краю неожиданно возникшее по центру дороги препятствие. Один ехал на работу, второй возвращался домой с ночной прогулки. В результате никто не доехал до места назначения. Ранним утром водитель автомобиля «Ниссан Ноут» на своей машине едет на работу. Автомобиль движется по улице Василковой в сторону Рудневского моста. «Ноут» едет по крайней левой полосе, когда навстречу ему выезжает «Тойота Премио». Когда «Премио» выскакивает навстречу, столкновение становится неизбежным. «Человек, с кем я разговаривал, с водителем, сказал, что уснул за рулем. Я пытался уйти от столкновения, вырулив руль в левую сторону. Но так как он проснулся в этот момент, начал опять пересравиться на свою же сторону. И от столкновения уйти у меня уже не получилось». Водитель автомобиля «Тойота Премио» отказался как-либо комментировать произошедшее. На вопросы нашей съемочной группы отвечали друзья водителя, которые утверждали, что ничего не знают и приехали на место ДТП уже после случившегося. В любом случае, разбираться во всех обстоятельствах произошедшего предстоит сотрудникам полиции. Они же будут выяснять, находился ли водитель «Тойота Премио» в состоянии алкогольного или какого-либо другого опьянения. Житель Комсомольска-на-Амуре приехал с семьей во Владивосток. Пока они наслаждались видами редких растений, в их авто въехали. Улица Маковского 150 как раз напротив въезда в городской Дендрарий. Автомобиль «Хонда Инсайт» движется в направлении выезда из города. Далее, как утверждает водитель, его подрезает такси. Машину заносит влево, и она на полной скорости врезается сначала в леера, а потом и в стоящий напротив автомобиль «Тойота Олеон». Водитель которой в это время со своей семьей отдыхает в Дендрарии. Услышал звук, когда понял, что сигнализация сработала, понял, что пострадала моя машина. Подошел к машине, был удивлен, что вообще это могло произойти, потому что машина стояла на припаркованном месте, никому не мешающем. Там вдали, там бордюра, это все ограждало. Водитель автомобиля «Тойоты Олеон» в шоке. Он с семьей приехал отдохнуть во Владивосток, сам из Комсомольска на Амуре. Когда ехал в наш город, представить себе не мог, что может попасть в такое ДТП. Водитель «Хонда Инсайт» от каких-либо комментариев отказался. Несмотря на незаурядность данного происшествия, вина одного из участников очевидна. Маковского 150, водитель «Хонда Инсайт» не справился с управлением и совершил наезд на неподвижное транспортное средство «Тойота Олеон». Полисы у обоих участников выписаны после 1 октября, поэтому выплата по ОСАГО до 400 тысяч. В любом случае, этих денег хватит на восстановление Олеона. Европротоколом здесь не обойтись. Повреждения явно больше, чем на 50 тысяч. Водители остаются ждать сотрудников дорожной полиции. На одном из крупных рыбзаводов в Большом Камне нашли икру из будущего и крабы, которые живут по чужим документам. Сотрудники ОФСБ совместно со специалистами Российхознадзора проверили крупный рыбзавод Большого Камня. Результаты впечатлили сотрудников обоих ведомств. Продукция с истекшим сроком хранения явление достаточно распространенное, но в этом случае обнаружили удивительные вещи. Готовую продукцию, дата изготовления которой указана будущим днем. Если верить дате изготовления на упаковке, пресервы, хранящиеся на складе, должны были быть изготовлены только через 9-10 дней. Проверяющие нашли более тонны сельди из будущего и более полутора тонн красной икры. Кроме того, нет документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Рядом с путешествующей во времени продукции более 300 килограммов камчатского краба, который почему-то обозначен как краб-стригун. А также продукция с истекшим сроком хранения. Нашли мясо трубача, срок годности которого истек за год до проверки. Владельцам продукции грасит административная ответственность, то есть в отношении их возбуждены административные дела. Вся сомнительная продукция и просроченная была исключена из оборотов, проще говоря, изъята и помещена на изолированное хранение. То есть, скорее всего, она будет уничтожена либо утилизирована. Ну и можно утверждать, что владельцы продукции с большой долей вероятности будут привлечены к административной ответственности в виде штрафов. На этом рыбозаводе в Большом Камне уже находили в ходе проверок продукцию с просроченным сроком годности. По всей видимости, такой опыт не оказал никакого позитивного воздействия на руководителей предприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова